Татьяна Александрова Может, ежик игрушечный? Завели его ключом и ушли Но ведь заводные игрушки Не умеют кашлять И так громко чихать Будьте здоровы Вежливо сказала девочка Ага, басом ответили из-за веника Ладно, общи Девочка так испугалась Что все мысли сразу выскочили у нее из головы Ни одной не осталось Звали девочку Наташей Только что вместе с папой и мамой Они переехали на новую квартиру Взрослые укатили на грузовике За оставшимися вещами А Наташа занялась уборкой Веник отыскался не сразу Он был за шкафами, стульями, чемоданами В самом дальнем углу Самой дальней комнаты И вот сидит Наташа на полу В комнате тихо, тихо Только веник шуршит Когда под ним возятся Кашляют и чихают Знаешь что? Вдруг сказали из-под веника Я тебя боюсь И я вас Шепотом ответила Наташа Я боюсь гораздо больше Знаешь что? Ты отойди куда-нибудь подальше А я пока убегу и спрячусь Наташа давно бы сама убежала и спряталась Да у нее от страха руки и ноги Перестали шевелиться Знаешь что? Немного погодя Спросили из-под веника А может ты меня не тронешь? Нет Сказала Наташа Не поколотишь? Не живаркнешь? А что такое живаркнешь? Спросила девочка Ну Нападашь Отлупишь Отдубасишь Выделишь Все равно больно Сообщили из-под веника Наташа сказала Что никогда не Ну в общем Никогда не стукнет И не поколотит И за уши не оттаскаешь А то я не люблю Когда меня за уши дергают Или за волосы Девочка объяснила Что тоже этого не любит И что волосы и уши Растут совсем не для того Чтобы за них дергать Так так оно так Помолчав Вздохнула лохматая Существо Да видно Не все про это знают И спросила Дряпать тоже не будешь? А что такое дряпать? Незнакомец засмеялся Запрыгал Веник заходил ходуном Наташа кое-как разобрала Сквозь шуршание и смех Что дряпать и царапать Примерно одно и то же И твердо пообещала Не царапаться Ведь она человек А не кошка Прутья у веника Раздвинулись На девочку посмотрели Блестящие черные глаза И она услышала Может и Свариться не будешь? А что такое свариться? Наташа опять не знала Вот уж лохматик Обрадовался Заплясалась Запрыгала Руки, ноги болтались Высовывались за веником Во все стороны Ах, беда, беда, беда Огорчение Что не скажешь? Не по разуму Что не молвишь? Все по пусту Что не спросишь? Все бестолком Незнакомец Вывалился из-за веника На пол Лоптями в воздухе Машет Ох ты мне, батюшки Ох ты мне, матушки Вот тетеха Недотепа Невразумиха Непонятливая И в кого такая уродилась? Ну да ладно А я на что-то Ум хорошо А два лучше того Тут Наташа потихоньку Стала смеяться Уж очень потешный Оказался человечек В красной рубахе С поясом На ногах лапти Нос курносый А рот до ушей Особенно, когда смеется Лохматик заметил Что его разглядывают Убежал за веник И оттуда объяснил Свариться Значит ссориться Ругаться Позорить Дразнить Все едино Обидно И Наташа Поскорее сказала Что ни разу Никогда Нипочем его не обидит Услышав это Лохматик Выглянул Из-за веника И решительно Произнес Знаешь что? Тогда я совсем Тебя не боюсь Я ведь храбрый Банька Ты кто? Спросила девочка Кузька Ответил незнакомец Это тебя звать Кузька? А кто ты? Сказки знаешь? Так вот Сперва Добро молиться В баньке попарить Накормить Напоить А потом и спрашивать Нет у нас баньки Огорченно Сказала девочка Кузька Презрительно Фыркнул Расстался Наконец С веником И побежал Держась На всякий случай Подальше от девочки Добежал до ванной комнаты И обернулся Не хозяин Кто своего хозяйства Не знает Так это ванна Ведь А не банька Уточнила Наташа Что в лоб Что по лбу Отозвался Кузька Чего-чего? Не поняла Девочка Что Опечь Головой Что головою Опечь Все равно Это Едино Крикнул Кузька И скрылся За дверью Ванной комнаты А чуть погодя Оттуда Послышался Обиженный Вопль Ну Что же Ты Меня Не паришь Девочка Вошла В ванную Кузька Прыгал Под раковиной Умывальника В ванну Он лезть Не захотел Сказал Что слишком Велика Водиному В пору Наташа Купала Его прямо В раковине Под краном С горячей водой Такой горячей Что руки Едва терпели А Кузька Знай себе Покрикивает А ну Горячее Хозяюшка Давай Поддавай Парку Попарим Молодые Косточки Раздеваться Он не стал Или Мне Делать Нечего Рассуждал Он Кувыркаясь И прыгая В раковине Так Что брызги Летели К самому Потолку Снимай Кафтан Надевай Кафтан А на нем Поговиц Столько И все Застегнуты Сидя Шире Тут он Заорал Мокрую Рубаху Поиграл Кистями На мокром Поясе Подбоченился И важно Заявил Ну что Я за добрый Такой молодец Чудо просто Заглядение Да и только Настоящий Молодец Кто же ты Молодец Или не молодец Не поняла Наташа Мокрый Допаренный Без лишних Разговоров Жила Пускай Тоже Сохнут Если У человека Мокрая Обувь Он Простудится Кузька Совсем Перестал Бояться Сидит Себе Придерживая Каждый Лапоть За веревочку И поет Истопили Баньку Вымыли Ваваньку Посадили В угол Дали Кашечке Комок Наташа Придвинула К батарее Стул И сказала Закрой глаза Кузька Тут же Зажмурился И не подумал Подглядывать Пока не услышал Пора Открывай На стуле Перед Кузькой Стояла Коробка С пирожными Большими Прекрасными Зелеными Листями С белыми Желтыми Розовыми Цветами Из сладкого Крема Мама Купила Их Для Новоселья А Наташе Разрешилось Есть Одно Или два Если уж Она Очень Соскучится Выбирай Такое Хочешь Торжественно Сказала Девочка Кузька Заглянул В коробку Наморщил Нос И отвернулся Это я не ем Я не Козел Девочка Растерялась Она Очень любила Пирожные Причем тут Козел Ты только Попробуй Нерешительно Предложила Она И не Проси Твердо Отказался Кузька И опять Отвернулся Да Как Отвернулся Наташа Кузька Больше всего Не поняла Хорошенького Понемножку Эдак Все А красна Хозяин Сирота Поерзав Поерзав Кто 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 Станет Станет Строить Такие Грубые Стены Это Будут Очень Милые Приветливые Стеночки Будьте Добры Займитесь Какими-нибудь Другими Более Интересными Делами А мы С вашего Позволения Перемоем Всю посуду И пожалуйста Не беспокойтесь Ни одной Чашечки Ни одной Тарелочки Не разобьем Тут Конечно Стены Раздвинутся Выйдут Роботы Все сделают И опять В стены Кузька Между тем Очень внимательно Оглядывал Кухню И заодно Объяснял Для чего Нужно Праздновать Новоселье У вас У людей День рождения Раз в году А у дома Он бывает Раз в жизни Его Новосельем Зовут Где новоселье Там гости Где гости Там угощение Мало угощения Гости подерутся Пеки Алилюшечки Да побольше Чтобы на всех Хватило Афонька Адонька Воколочка Это твои гости Спросила девочка Сюра забыла Ответил Кузька А еще Жди Пармешу Куковяку Лутонюшку Так Еще Кого Пафнутий Придет Фармуфи Сосипатор Пудя Ховря Дидим Теря Беря Фортунат Пегасии Палачан Нафаня Авунди Феодул Феодулус Феодулаем Прибудут Пантя Славуся Веденей Буяна И Себяку Звать не буду Разве что Сами придут Незваными гостями А вот Лучше Лучше Сюда Его Не звать Всех Пересолит Пусть Себе Торчит На крыше Как Сухая Ветка Девочка Скорее Посмотрела В окно Не видно Ли Жердяя Не только Жердяя Но и Труп И дыма На крышах Не было Одни Антенны Поднимались Вверх Нет Продолжал Кузьма Жердяя Звать Не буду Нет Вот Деда Кукобу Позову Да не соберется Он Дед Кукоба Скажет Дорога Не близкая За семь Верст Киселя Хлебать Лаптей Не напасешься А может И навестит Соскучился Пади Сверюк С пахмурой Не придут Зови Не зови Эти веселья Не любят Лыгашку Глаза Б мои Не видели Из колдыра Пусть Не показывается Зато Белебеня Сей же Час Прибежит Услышит От сороки И здравствуйте Пожалуйста Давно Не виделись От сороки Удивилась Наташа Разве Птицы Знают Про новоселье Сорока Знает Твердо Сказал Кузька Она Везде Поспевает Да толком Ничего Не понимает До того Занято Что и Подумать Некогда Что надо Чего не надо Про все Трещит На хвосте Тащит Сорока Скажет Вороне Ворона Борову А Боров Всему Городу Не любим Мы сороку Вздохнул Кузька Один Белебеня С ней В ладу Живет Чуть Услышит У кого Какая Беда Радость Ему Все Сесть Сесть Корзину А еще Она Думала О Кузькиных Друзьях Какие Они Тоже Маленькие Лохматые В лаптях Или Некоторые В ботинках Или Большие Лохматые В пиджаках С галстуками Но В лаптях Или Маленькие Причесанные В рубахах И ботинках А Кузька В это время Продолжал Белум Придет И пускай Всегда Ему Рады Тихий Старичок Смирный Ласковый Вот Только Носовой Платок Для него Не забывать Припасти Если Попросит Нос Вытереть Банник Непременно Пожалует То-то Ему Здесь Светло Покажется После Темной Бани Еще Петряй И Агапчик Навестят Поплеша С амфилашей Сдобы Шлуп Алеля Лишь бы Тухляшка Не навязался Ну его Ой Кузька Изумилась Наташа Сколько же у тебя друзей Сколько друзей-то Скажу Да погожу Ответил Кузька Ерзая На горячей батарею И добавил Кабы я Блином был Мне бы В самый раз На этой Печурки Доспеть Подрумянится Он поглядел Вниз И вздохнул Давно бы Отсюда ушел До шесток Больно высок До полу Лететь далеко А ухватиться Не за что Наташа Скорее Пересадила Бедняжку На подоконник Эка Благодать Весь белый Свет Видать Обрадовался Кузька И прижался Носом К стеклу Девочка Тоже посмотрела В окно Обиженный Самолетик По небу Неслись Облака Тоненькие С виду Совсем Игрушечные Подъемные Краники Двигались Между светло-желтыми Розовыми Голубыми Коробочками Домов Поднимали И опускали Стрелы Дальше Был виден Синий лес До того Синий Будто в нем И деревья Растут Синий С голубыми Листьями И лиловыми Стволами Над синим Лесом Летел Самолетик Кузька Показал ему Язык Потом Обернулся К девочке Много Всякого Народу Пожалуют На новоселье Придут И скажут Вот Спасибо тому Кто хозяин В дому Будет что Рассказывать Будет что Вспомнить Друзья К нам Придут И знакомые И друзья Друзей И знакомые Друзей И друзья Знакомых И знакомые Знакомых С некоторыми Водиться Лучше В крапиву Садиться Пусть они Приходят Друзей Все равно Больше А где Они живут Твои друзья Спросила Девочка Как где Удивился Лохматик Везде По всему Миру Каждую Ся Дома И в нашем Доме Тоже Мы Высоко Живем На восьмем Этаже А на двенадцатом Уже Раньше Нас Тарах Поселился На первом Метрошка Тонкие Ножки Живет Понемножку Наташа Недоверчиво Спросила Откуда Кузька Про это Знает Оказалось От знакомого Воробья По имени Летун Сегодня Когда машина Остановилась И стали Выгружать Вещи Воробей Как раз Купался В луже Около Подъезда Метрошка И Тарах Которые Приехали Сюда Раньше Просили Его кланяться Всем Помнишь Спросил Кузька Он нам Из лужи Кланялся Мокренький Такой Стрепанный Слушай Ему Так До самого Вечера Сидеть И кланяться Посиди-ка Весь день В луже Не пивши Не евши Думаешь Хорошо Ну Попить-то Он может Нерешительно Сказала Наташа Угу Угу Согласился Кузька А поесть Да Ему А лелушку-то Бросить В окошко Ладно Можно Только Аккуратно А то Попадешь В голову А он Маленький Эдак И Ушибить Можно Они Долго Возились За движками Открывали Окно Потом Высунулись Увидели Лужу Рядом С ней Серую Точку Видно Летун Не все Время Купался Иногда И загорал И очень Удачно Бросили Из окна Пирожное Наполеон Она упала Прямо В лужу Только Успели Закрыть Окно Кузька Как Закричит Ура Едут Уже Едут Гляди Внизу По широкому Новому Шоссе Мечался Грузовик С узлами Столами Шкафами Ну-ка Ну-ка Что у нас За соседи Радовался Кузька Друзья Или просто Знакомые А не знакомые Долго Ль познакомиться Приходи Сосед К соседу На веселую Беседу Эх ты Куда Уезжаешь Куда Вон Они Мы Не видишь Что ли Остановись Сей же Час Кому Говорят Но грузовик Проехал Мимо И увез Людей С их Добром И в другой Дом К другим Соседям Кузька Чуть Не плакал А все Машина Виновата Не могла Остановиться Что ли К другим Соседам Поехали А к нам Жди Пожди То ли Дождик То ли Снег То ли Будут То ли Нет Наташа Успокоить Бо его Наташа Ей А она Слово Сказать Не может Смеяться Хочется И вдруг Она услышала Эй Ты Сюда Заворачивай Лети Лети К нам В гости Со всеми Чадами Домочадцами С друзьями С соседями Со всем Домом Окромля Хором Девочка Посмотрела В окно Коробки Домов Подъемные Краны А над Ними Самолет Ты Кого Зовешь А Его Куська Ткнул Палец В небо Указывая На самолет Давеча Он Так же Летал А я Его Подразнил Куська Смутился Покраснел Даже Уши у него Стали красными От смущения Я ему Язык Показывал Может Видела Обиделся Пади Пусть Уж Побывает У нас А Лилюшечек Отведает А то Скажет Дом-то Хорош Да Хозяин То Не Гош Наташа Рассмеялась Самолет К нам Зовет Кормить Его Собирается Вот Чудак Да Он Здесь Не Поместится Толкуй Больной С под Лекарем Развеселился Куська Вот Машину Которая Нас Везла Я В гости Не звал Велика В горницу Не Влезет А Самолет Другое Дело Сколько Их В небе Перевидал Ни один Крупнее Ворона И легалки На глаза Не попадался А этот Непростой Самолет Обиженный Если Тесно Ему Покажется Так Ведь В тесноте Да Не В обиде А Будешь Надо Мно Смеяться Убегу И Поминай Как Звали Самолет Конечно Не Откликнулся На Кузькино Приглашение А улетел Куда Ему Надо Было Кузька Долго Долго Глядел Ему Вслед И Грустно Сказал И Этот Не Захотел К Нам В гости Крепко На Меня Обиделся Что Ли Воробьиный Язык Наташа Решила Больше Не Смеяться Над Кузей Если Маленькие Чего Не Знают На То Они Маленькие Вырастут Узнают А Кузька Совсем Маленький Хоть И В Огромных Лаптях Откуда Ему Знать Про Самолеты Ты Разве В машине С нами Приехала Спросила Девочка А то Где же Важно Ответил Лохматик Я у нее Спросил Довезешь Полезай Отвечает Довезу У машины Спросил А как же Без спросу Останешься Без носу Очень Удобно Ехал В ведре Мы с веником Там хорошо Уместились Что ж Машина Так и сказала Полезай Довезу Ну Она то По своему По машинному Ррр Да я Не глупый Понял Вот и довезла Тут я Видишь Вот он Кузька Для убедительности Потыкал в себя Пальцем И сказал Что машинные языки Не ахти как знает То ли дело Птичьи Или звериные И тут как раз Зачирикал Воробей Может Летун прилетел Благодарить За угощение Наташа Искала глазами Воробья А в кухню же Свистели Синицы Заливался Соловей Стучал Дятел Мяукала кошка Птицы Умолкли Громко Залаяла Собака Невидимая Кошка Заорала Изо всех Кошачьих сил И удрала А невидимая Собака Вдруг Так Тявкнет На девочку Наташа 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 Спросил Кузька Я Я тогда Я тогда Тоже Испугался Когда И где Испугался Он Рассказывать Не стал А задумчиво Произнес По Воробьиному То я Давно Говорю И по Воронье И по Куриному Лошадины Знаю Козлины Бычи Свинячи Ну и кошачий, собачий А когда в лес попал Заячьему выучился Беличьему, лисичьему Волчий понимаю, медвежий Рыбьи языки хуже знаю Труднее они Покуда выучишь, десять раз утопнешь Или простудишься Еще караси от щучьего Отлечу, а больше ни-ни Наташа Во все глаза смотрела на Кузьку Маленький, а сколько языков знает А вот она Хоть и большая, знает всего Несколько десятков английских слов И одно немецкое Кузенька, робко спросила Наташа А теперь ты скажешь, кто ты? Или еще не пора? Кузька внимательно посмотрел На девочку и стал загибать Пальцы Кормленная, кормленный, паенный Паенный, в бане паренный Паренный Ну так слушай, и тут в дверь постучали Беги, открывай Прошептал Кузька Дяденька, стучась в соседнюю дверь Наташа вернулась в кухню Кузьки на подоконнике не было Коробки с пирожными тоже Только лапти сохли на батарее Кузенька позвала Наташа Ку-ку Откликнулись из угла Там под раковиной был аккуратный белый шкафчик Куда ведро ставят для мусора Из этого шкафчика и выглянула веселая Кузькина мордочка Ах вы, сени мои сени, сени новые мои Вопил он, приплясывая, когда Наташа заглянула в шкафчик Добро пожаловать, будьте как дома Но не чудо ли и не красота ли Гляди, какой славный домик Я себе отыскал Как раз по росту И аллилюшечки уместились И гости поместятся Если по одному будут приходить А что внутри, он белый Так мы его раскрасим На этой стенке лето нарисуем На той осень, здесь весну бабочки летают А дверь пусть останется белой, как зима Место тихое, укромное Кто не надо, не заглянет Заглянут, вздохнула Наташа Сюда ведро помойное ставят Глупости какие, сказал Кузька Вылезая из шкафчика И сгваздить такую красоту ума не надо А куда же мусор бросать? А вон куда И Кузька показал на окно Девочка не согласилась Что ж это будет? Идет по тротуару прохожий А на него сверху очистки всякие падают Объедки, огрызки Ну и что? Сказал Кузька Отряхнулся и пошел себе дальше И тут в дверь опять постучали Здравствуйте, я ваша соседка Сказала незнакомая женщина в переднике У вас не найдется коробки спичек? Наташа, загораживая дорогу в кухню Сказала, что спичек нет И никого нет А почему дверь открываешь? Не спрашивая Улыбнулась соседка и ушла В кухне на батарее сох один лапоть Кузька снова исчез Кузенька Позвала Наташа Никто не ответил Она опять позвала Откуда-то послышался шорох Тихий смех И приглушенный Кузькин голос Идет много кровати спать на палате Мимо кровати Искала Наташа Искала Кузька будто провалился Надоело ей искать Кузенька, где ты? Послышалось хихиканье И неизвестно откуда ответили Если я скажу холодно Значит там меня нету А скажу тепло Там я есть Наташа вышла в коридор Эх, морозище мороз Отморозил девки нос Заорал невидимый Кузька Девочка вернулась к кухню Мороз невелик А стоять не велит Она заглянула в белый шкафчик Под раковиной С тужа до мороз На печи мужик замерз Наташа сделала шаг К газовой плите И погода сразу улучшилась Сосульки тают Весна красна На чем пришла На кнутики На хомутики У плиты наступило лето Открыв духовку Наташа увидела Напротив Кузьму Ага Который вопил Не жалея голоса Кузька Обожжешься Сгоришь Удирай пока не поздно Это ты сгоришь Сказала Наташа И стала объяснять Про газовую плиту И про духовку Не дослышав объяснений Кузька вылетел наружу Как ошпаренный Подобрал коробку с пирожными Надел лапоть И сердито пнул плиту Вот беда-то Беда Огорчение Я-то думал Это будет мой домик Тихонький Укромненький Никто не заглянет А сам страх Подумать В печи сидел Ах ты батеньки Батюшки Наташа Стала его утешать Я твоей плиты Не боюсь Зря не укусит Махнул рукою Кузька Я огня боюсь Кузька сел на коробку С пирожными И пригорюнился И лаптей жалко И рубахи А больше всего Своей головушки Я ж молоденький Семь веков Всего восьмой Пошел Семь лет Поправил Наташа Как мне У вас годами считают Уточнил Кузька У нас веками В каждом веке Сто лет Вот моему дедушке Сто веков с лишним Не знаю Как ты А мы с огнем Не водимся Играть он не умеет Шуток не любит Кто-кто А мы это знаем Дедушка нам говорил Не играйте с огнем Не шутите с водой Ветру не верьте А мы не послушались Поиграли раз Нам всю жизнь хватит Кто поиграл Мы поиграли Сидим как-то у себя дома Под печкой Я сижу Афонька Адонька Сюр Вуколочка И вдруг Но тут в дверь Опять постучали Вот беда Беда огорячения Очень высокий Почти до потолка Молодой человек Спросил Наташу Где у вас телевизор Куртка на юноше Блестела Молнией на куртке Сверкали Рубашка В мелкий цветочек А на ней Значок С чебурашкую Еще не приехал Растерянно Ответила Наташа Глядя на чебурашку Да ты одна что ли Спросил юноша А чего пускаешь в дом Кого попало Ну ладно Кузьки и след И тихий Сначала Сначала выпущу Беда Беда Кузьки и следует Беда он был Наташа Наташа Боясь Мама заглянув в дверь Кузька Первый раз И хозяев не испугаешь Народ грамотный А жаль Что ты совсем Пропадешь И все тебя забудут Честное слово Очень жаль Кузька сидел На ладони У папиного товарища И слушал А Наташа думала Так вот он кто Домовенок Маленький домовенок Мне семь лет Ему семь веков Восьмой пошел Что ж Закончил папин товарищ Хорошо что ты теперь Превратился в игрушку И живешь В игрушечнице Тут тебе Самое место А с детьми Братец Не соскучайся И положил Неподвижную Кузьку Рядом с оранжевым Мишкой Кузенька Грустно Сказала Наташа Когда дверь За папиным другом Закрылась Значит теперь ты Игрушка А как же Афонька Адонька Воколочка Я думала Они к нам На новоселье придут Мы их угостим Из игрушечной посуды На заводной машине Покатаем А как же Волшебный сундучок Какая в нем тайна Ты правда Встречал бабу-югу И почему ты В лесу очутился Если ты домовой А не леший Неужели я больше Никогда ничего Про тебя не узнаю Неужели ты Насовсем Превратился В игрушку Тут Кузькин глаз Глядевши на девочку Вдруг подмигнул Из игрушечницы Послышалось Он лежит И еле дышит Ручкой Ножкой Не колышет И Наташа Услышала Про домовенка Вот такую историю Которая прозвучит Далее Далее Продолжение следует